Музыка Советую подписаться на канал Воркаут России Здесь вы найдете много полезных и интересных видео, обучающих видео Также различные интервью с именитыми атлетами и многое другое Программу 100 дневный воркаут Всем привет, с вами Андрей Кобелев В этом выпуске я хочу рассказать о энергообеспечении наших мышц Какие процессы в организме протекают, когда мы выполняем какую-либо работу, физические упражнения И как эти процессы все использовать на благо, то есть как правильно построить тренировку Конечно, поэтому очень много информации в интернете, можно подчеркнуть везде, в книгах Но я постараюсь рассказать наиболее просто, чтобы не сильно углубляться А просто понять по функционалу, как это все происходит И как применить это на практике То есть как использовать в тренировке, как развивать силу, выносливость Относительно всех энергетических процессов Также просто приведу примеры из жизни, то есть из ваших тренировок Что и когда, как протекает Я запланировал несколько подобных выпусков, то есть такого широкого формата Следующая, скорее всего, будет про нервничную связь Это многие ждут, да? То есть в общем сначала мы о всем разберемся А потом перейдем уже к более узким темам То есть способам тренировок, каких-то определенных тренировочных программ Ну и так далее А сейчас нам нужно просто в общем разобраться во всех процессах Которые протекают в организме при тренировках Чтобы уже более эффективно тренироваться и прогрессировать Источником энергии для человека является молекула АТФ В результате расщепления выделяется определенное количество энергии Которое служит для сокращения мультических волокон И вообще для всех процессов в нашем организме Но дело в том, что количество АТФ, находящееся в мультицах Очень небольшое и достаточно всего лишь для 5 секунд максимум При интенсивной работе силовой После чего активно включаются все процессы пары синтеза АТФ Все мы кушаем и знаем, что пища состоит из определенных нутриентов Белков, жиров и углеводов Но все это переводится в калории То есть калорийность определяет именно энергетическую ценность нашей пищи Пройдя процессы пищеварения, все это используется нашим организмом В том числе и как энергия, то есть становится молекулами АТФ И тело уже ее используют для своих нужд Когда АТФ высвобождает энергию Чтобы обеспечить энергию мышечные сокращения От нее отделяется фосфатная группа Формируется новая молекула, называемая АДФ И первым процессом пары синтеза АТФ является присоединение как раз к креатинфосфата То есть креатинфосфат отделяет фосфатную группу Соединяется с АДФ В следствии чего получается молекула АТФ И молекула просто свободного креатина Что в конечном итоге опять обеспечивает нашу мышцы энергии С креатином я думаю вы многие знакомы Поскольку существует такое одноименно спортивное питание Собственно это и есть тот креатин Который синтезируется у нас в организме естественным путем Но скажем так его запасов тоже не так уж и много Синтезируется он в основном в печени, в почках После чего кровь разносится по мышцам, где там и накапливается Запаса креатинфосфата хватит еще на 10 секунд Итого вкупе АТФ и креатинфосфат мы имеем где-то в районе 10-15-20 секунд работы Все зависит от интенсивности нагрузки Резинтез АТФ через креатин является первичным процессом Он наиболее эффективен и наиболее быстр И поэтому может обеспечить как раз максимальную силу Именно в первые там секунды выполнения какой-то интенсивной работы То есть берем примеры, выполняем какое-то упражнение То есть на раз Чувак жмет сотку на раз Все, больше второй раз повторить не может И дело тут не в мышцах Не в том, что как бы у него там все мышцы повредились Он не может учесть до повторения Просто энергия закончилась первично А вторичные процессы восстановления АТФ еще не восполнили энергию То есть ее недостаточно для второго повторения Если бы у наших мышц была бесконечная энергия То этот человек смог бы потягать сотку Ну сколько угодно раз Храничиваемым фактором тут бы являлось только микротравмы Получаемые при выполнении упражнений То есть он бы там сто раз сотку эту пожал У него бы уже микротравмы перевалили в критический уровень И не просто там связки или мышцы бы порвались Вот собственно и все Такой способ энергии, как я уже сказал Используется при максимальной интенсивной работе То есть мы выполняем, например, там самолет Только там 5 секунд можем Какие-то сложные для нас элементы Или тренировки с большими весами На разы там на 2-3 повторения Таким способом тренировок наши мышцы получают Механические микротравмы Впоследствии чего восстанавливается и начинается рост Запасы АТФ-каретинфосфата восстанавливаются В течение 2-5 минут Поэтому при тренировке на силу лучше делать длительный отдых Теперь переходим ко вторичным способам ресинтеза АТФ Здесь у нас выступает процесс гликолиза То есть распада глюкозы с получением Собственно АТФ энергии И побочных веществ распада В частности перуат Который после преобразуется именно в молочную кислоту Вторичным как раз выступает анаэробный гликолиз То есть без участия кислорода При этой реакции Молекулы глюкозы расщепляясь дуют 2 молекулы АТФ и 2 молекулы перуат Этот процесс включается через секунду, наверное, 15 Нашей интенсивной работы То есть после того, как все запасы Каретинфосфата израсходуются Этот процесс может обеспечить мышечную работу еще на 1 минуту Крубо говоря, пока наши мышцы не забьются молочкой Когда наши мышцы забиваются молочной кислотой То скорость гликолиза практически падает до нуля Мы перестаем вообще получать энергию То есть забиваемся и не можем уже ничего сделать Вступает отказ в упражнение Как я уже сказал, побочными продуктами этой реакции Это является молочная кислота А также ионово водорода То есть разряженные частицы Мышцы у нас получают именно химическое воздействие То есть химическое разрушение И в небольшом количестве это, скажем, положительно влияет Вообще на рост мышечной массы Поскольку анаблические гормоны легче проходят в клетке И запускают синтез белка Однако, когда молочная кислота избыточна Происходит наоборот Обратные процессы к катаболизм То есть разрушение белковых структур Обычно все, кто тренируется в тренажерном зале Также все, кто на турниках На забивку, подтягиваются на максимум повторений Работают именно в аэробном стиле То есть упираются в аэробный порог Как раз забиваются молочкой И больше не могут выполнить какое-либо упражнение Такие тренировки не очень эффективны На самом деле в плане наращивания выносливости и силы Возможно эффективнее именно в наращивании мышечной массы Особенно для химиков Для которых процессы катаболизма не так уж и страшны Конечно, такие тренировки несут определенную пользу Даже для натурала То есть это растягивание мышечной фации А также, как говоря, уже глиохимическое воздействие На наши мышечные волокни Но здесь важно понимать, что нам не нужно Забиваться прям сильно до талого Чтобы процессы катаболизма Перезошли процессы анаболизма Забиваться, ну, по чуть-чуть Рассмотрим на примере подтягиваний Например, человек может, ну, не тренирующийся А обычно потянуться там 10 повторений Вот он с годами доходит до 40 повторений Вроде бы как спрогрессировал и выносливость выросла На самом деле здесь дело кроется не в выносливости Не в энергетических процессах А просто поскольку ваши мышцы начинают расти Рабочие связки укрепляться Нервную связь развивается То просто возрастает сила И человек в этом упражнении уже может достигнуть аэробного порога То есть упереться где-то в 60-90 секунд Такой интенсивной работы Выше которой он уже ни при каких обстоятельствах Не сможет сделать упражнение То есть потянуться там 100 раз Потребует намного больше времени Истинную же выносливость определяет Следующий процесс Который следует уже за аэробным Это аэробный глюколиз С использованием кислорода Этот процесс характерен тем, что Дея молекулы перуата В этом место преобразования молочную кислоту Проникает в метахондрий То есть энергетический органелла наших клеток И там окисляется до углекислого газа и воды Выделяется энергия в виде 36 молекул АТФ То есть эта реакция во многое превосходит реакцию аэробного глюколица Там всего лишь 2 молекулы АТФ И освобождаются при расщеплении глюкозы Но этот процесс достаточно медленный Он зависит от количества метахондрии Находящихся в наших мышечных волокнах Скажем так, они закладываются Могут генетически, то есть быстрые волокна Есть и медленные мышечные волокна Медленных как раз в метахондрии больше Также увеличить их можно с помощью определенных тренировок То есть это нужно работать именно как раз в аэробном режиме А в силовом тренинге, скажем так Эти мало кто занимается Особенно руки и другие мышцы Не работают у нас практически в аэробном режиме В основном все работают в аэробном режиме Во время бега То есть когда мы бежим Попеременно на каждую ногу И происходит нагрузка Притом она небольшая Здесь как раз вся соль В степени нагрузки То есть чтобы у нас протекал аэробный глюколиз Нам нужно преодолеть аэробный барьер То есть тогда, когда Выделение именно при анаэробном глюколизе Лактата, то есть молочной кислоты Было не такое большое Чтобы оно успевало перерабатываться Именно в метахондриях А не забивало мышцы Это примерно 30% от максимальной нашей мощности Например, человек весит 60 кг И чтобы подтягивание без дополнительного веса Было в 30% от его максимальной силы Он должен подтягиваться в общем Со 190 примерно килограммами веса То есть дополнительный вес на пояс Он должен вешать 130 кг Ну согласитесь, таких людей практически не существует Этот процесс запускается чуть позднее Чем анаэробный глюколиз Поскольку используют в качестве топлива пируат Также расщепляется жирок То есть как раз сбрасывать вес Нужно именно в этом режиме работать Также здесь важен именно кислород Поэтому тренироваться лучше на улице И дышать поглубже, побольше Ни в коем случае не задерживает дыхание При удержании элементов, например, статических На аэробном глюколизе человек может выполнять физические упражнения очень долго 15 минут, больше, там полчаса Например, возьмите бег, сколько вы можете пробежать Но неподготовленный человек может в принципе Каждый по 15 минут спокойно пробежать То есть это обычный нормативный перевозик Конечно, в силовом тренинге Перейти полностью на аэробный режим У вас не получится Ни в одном практическом упражнении Но можно сдвинуть аэробный барьер И выполнять какую-то физически сложную работу Не одну минуту, а минут три, например Это будет полезно, например, на выступлениях На каких-то соревнованиях А также для установления рекорда На максимальное количество повторений Сам я этим никогда не занимался Тоже попал в эту головушку аэробного барьера То есть я не мог там подтянуться очень много То есть максимум у меня было 40 повторений Передний виз тоже 40 секунд Я упирался именно на этот барок Как восстановлю силу, попробую тренировать Именно вот этот способ Также, возможно, сделаю по нему несколько выпусков В будущем Самым главным прогрессом в аэробном глюколизе Это рост именно митохондрии в нашей мысли Для того, чтобы они могли перерабатывать Именно молочную кислоту у нас в энергию И мышцы не забивались Если вы могли долго выполнять физические упражнения В этом и заключается рост истинной выносливости Ну вот и все Если выпуск оказался для вас полезным Ставьте лайк Постараюсь как можно быстрее сделать гусы По нервно-мышечной связи и другие Всем удачи, пока!